Всем привет! Вы на канале ВотГСН. И сегодня мы с вами в несколько каточек выкатим Бабаху FV215B183. Ну а перед тем, как мы с вами начнем обсуждать этот танчик, прошу, как обычно, каждого из вас, если вы еще не подписаны, подписаться на мой канал, чем поддержите меня, я вам буду очень благодарен. И поставить заблаговременно лайк этому видео, чтобы не забыть это сделать в конце. Итак, Бабаха. Бабаха один из самых известных и один из самых старых танков в игре, из десяток. Что хотелось бы про эту десятку сказать? Данная десятка, она удивляет, она удивляет до безобразия. Почему она удивляет? Необходимо открыть ветку, которую вам придется качать, если вы еще не прокачивали и думаете над тем, делать ли вам это. Ну, я думаю, что делать, потому что Бабаха ПТшка стоящая для десятого уровня. Но все же, заготовьте немножко носовых платков, потому что слезы и сопли вам придется пускать довольно-таки часто. Дело в том, что если на Олекто вы еще плюс-минус будете там кататься и фаниться, то начиная с АТ2 и заканчивая АТ15 включительно, ну, боль, страдания, ну, разве что только не для тех игроков, которые любят очень медленно перемещаться по карте, стоять исключительно мордочкой вперед и принимать на себя непробитие исключительно в морду. Потому что в бока все они шьются практически на ура, ну, а в корму вообще даже разговаривать-то не о чем. Если Тор Тойс еще себя показывает в бою с учетом его скорости перезарядки и с учетом его урона разового при такой скорости перезарядки, то вот все предыдущие, начиная с АТ2, это, конечно, такие, знаете, боль, страдания, ну, и постоянный плач в боях, потому что, как правило, вы ничего зарешать особо-то не можете, потому что закрутить их проблемы нет, отстрелять кого-то сложновато, особенно если вы остаетесь сами или куда-то сами выехали. Если вы уже какое-то направление на этих ПТшках всех заняли, ну, тогда будьте добры это направление держать до последнего, потому что шансы эти ПТшки на смену позиции вам практически не дают. Итак, чем Бабаха удивляет? Бабаха удивляет тем, что все вот эти вот танчики АТ2, я не знаю, там, АТ8, АТ7, АТ15 и Тор Тойс, это все ПТшки, которые кардинально отличаются по типу игры и по возможностям от Бабахи. Чем же они отличаются? Дело в том, что у Бабахи разовый урон 930 и перезарядка 18 секунд, почти 19. Урон в минуту 3000, но на этот урон вы, в принципе, можете не рассчитывать, что вы будете реально каждую минуту по 3000 косить, так как скорости перезарядки настолько недостаточно, что враги, как правило, либо меняют позиции, либо уходят, либо начинают прятаться, либо начинают разбирать вас. Поэтому рассчитывать, что вы будете просто стоять и колбасить по каждые 19 секунд по практически 1000 урона, ну, такое встречается крайне редко. Что же касается всех предыдущих, давайте вернемся, допустим, к тому же Тор Тойсу. На Тор Тойсе у вас идет урон в 400, что в 2 раза меньше, чем у Бабахи, и скорость перезарядки всего 6 секунд. И это касается всех АТ-шек всей ветки. Поэтому Бабаха, когда вы к ней добираетесь, она реально кардинально отличается от всех этих танчиков. О чем это говорит? Это говорит о том, что добравшись до этого танка, вам необходимо отвыкать полностью от всей вот этой британской ветки, которую вам приходилось отыграть для того, чтобы добраться до нее. Вы заезжаете в бой, у вас больше подвизности, больше разовый урон, гораздо меньше брони, потому что, в принципе, у Бабахи от слова брони нет совсем. В нее залетает практически все. Ну, иногда там где-то, если вот куда-то вот сюда вот как-то оно там прилетит от врага, то, может быть, оно не пробьет. То есть, ну, в принципе, такой, знаете, случайный рикошет, который прописан только для того, чтобы вы не плакали каждый раз, когда по вам кто-то целится. Итого, Бабаха кардинально отличается от всех своих предшественников по ветке. И, честно говоря, мое скромное мнение, Бабаха должна была быть, по моей логике, выведена в либо в премиум танк, либо в танчик коллекционный. А вот как раз тот же самый Бадгер 10 уровня коллекционный должен был занять место Бабахи. По крайней мере, эта ветка была бы более логичной. Итак, давайте попробуем закатиться и попробовать, что может Бабаха сегодня в бою. Итак, возвращаясь к бронированию данного танчика, данной ПТшечки, хотелось бы отметить следующее. Исходя из того, что данная ПТшка, в отличие от всех своих предшественников по ветке, является абсолютно картонной, сравнивая с ними, вы не имеете возможности, допустим, вместе с ТТшками продвинуться на какую-то линию, встать и отстреливать вблизи по врагам, ну а им оставляя только возможность пытаться выцелить вашу комбашенку сверху, а они есть на всех АТшках, ну и пытаться найти какие-то другие мягкие места, которых не так уж и много, глядя на АТ спереди. И на Тортоис включительно, я имею в виду, на все танчики, начиная с АТ-2, бронирование идет существенное, и заканчивая Тортоисом вместе с ними всеми. Что же касается Бабахи, Бабаха танчик игры больше позиционный и на как можно дальнем расстоянии от врага, желательно вообще без засветов. Дело в том, что как только вас засветили, по вам сразу начинают отцеливать и отбрасывать враги. А Бабаха этого вам не простит и отплатит вам принимаемым уроном всего, что будет в нее залетать. Углы наводки вниз, в принципе, неплохие, но могли бы быть немножко и получше, безусловно. Но я думаю, что если бы добавить ей еще и углов, то это была бы уже такая полуимба, потому что в чем-то-то ее все-таки порезать должны были и ограничиться исключительно ее бронированностью, но это было бы нечестно по отношению к остальным игрокам. Сейчас попробуем подсобить нашим. Сведение довольно долгое, но пушка плюс-минус точная. Сейчас у нас прилетит еще разочек от БЦ. Ну а теперь уже попытаемся мы ему отплатить, пока он пошел на перезарядку, либо поможем с ИСО. Фраги, в принципе, делать на этой ПТшечке несложно, исходя из того, что средний урон в 900, как правило, позволяет добрать практически любого соперника, имеющего соответствующий оставшийся запас прочности. Что касается мобильности, ПТшечка покажется вам крайне быстро и крайне мобильной по сравнению со всеми предшественниками по ветке, но все равно, конечно, хотелось бы немножко больше. В целом, для комфортной игры этого больше, чем достаточно. Так, ну вот здесь нам совсем уже не повезло. К сожалению, наши все союзники уже покинули данный бой. Мы немножко косим. Сейчас, скорее всего, отправимся в ангар. Если не гриль, то, по крайней мере, другая бабаха нас точно доберет. В бабахе-то точно будет. Ну, посмотрим на результаты боя. Ну, вот как я вам и говорил, бабаха-то танчик уронный, но с очень долгой перезарядкой. Поэтому рассчитывать на то, что вы будете за бой вывозить, ну, прям совсем там какой-то бешеный урон, ну, навряд ли у вас это получится. Как вы видели по самому бою, в бою у нас был момент с БЦ и тяжем. И вот если бы они не стояли на месте, а разъехались, то наше бы во времени перезарядки не хватило для того, чтобы кого-то из них добирать. Я не могу сказать, что наши ребята из команды послезадних, но вот что стоило бы отметить, что, в принципе, даже если бы ребята хорошо отыграли, единственное, чем бы для нас это закончилось, это победой в данном бою. Не более того, возможно, мы там смогли бы сделать второе место по урону. Крайне редко в победных боях ты выходишь на первое место по урону на этой ПТшечке, несмотря на ее бешеный единоразовый урон. То есть ее альфа, она действительно зашкаливает, но ее недостаточно. Вот можете посмотреть на разящего. Он занял довольно неплохую позицию, он находился вдалеке от всех, не вылазил никуда, он добрал нас, ну и, соответственно, накосил еще урона. Урона он нанес ни много ни мало, 4600. Вот такие бои на Бабахе тоже бывают. Но, откровенно говоря, по моей практике, с моей статистикой игры, такие бои, такие бои, как правило, они проходят где-то вот один раз в пять боев. Остальные бои плюс-минус средничковые, поэтому Бабаха, честно говоря, для меня не является каким-то суперфановым танком. Давайте попробуем еще одну каточку сделать. Итак, сделаем еще одну каточку на Бабахе и посмотрим, насколько данный бой будет совпадать по результативности с предыдущим боем, для того, чтобы у вас было плюс-минус понимание, насколько ровная статистика игры на этом танке, если вы не являетесь скилловым игроком, если вы имеете статистику менее 50%. У меня статистика именно такая, и свои обзоры я снимаю для тех, кто хочет понимать, на что способен тот или иной танк в руках среднестатистического нестатиста. Просто игрока, который заходит в день или раз в два дня на полчасика-часик покатать, получить удовольствие от данной игры. Так, здесь нам ловить явно нечего. Нет, Йох все-таки решил пободаться. Навряд ли будет он вылазить. В конце концов, ВЗ поддержит данное направление. Попробуем немножко перекатиться. Как я уже говорил, подвижности данной ПТшки хватает, для того, чтобы менять позиции, выбирать какие-то более выгодные позиции. Ну вот как-то так. Попади снаряд немножко выше, и 800 урона мы бы сейчас уже, в принципе, в кронвагена внесли. Сведение, безусловно, у ПТшки великовато, но и неудивительно, потому что урон великоват и единоразовый. Играя на АТ-сериях, вы, безусловно, будете удивлены скоростью сведения Бабахи, только уже в сторону негатива. Это связано с тем, что на АТшечках все-таки скорость сведения гораздо быстрее, но и разовые уроны в 200-300, ну, как бы, заставляют к себе привыкать. Откровенно говоря, лично мое субъективное мнение, Бабаха танчик неплохой, но лично для меня он не является фановым. Я не люблю, честно говоря, игры, в которых ты, ну, я имею в виду катки, в этой игре, в которых ты должен очень долго ждать для того, чтобы еще раз в кого-то выстрелить. Мне гораздо приятнее, гораздо интереснее играть на каком-нибудь танчике, у которого перезарядка будет там в районе 7-8 секунд, и при этом наносимый урон будет составлять там плюс-минус где-то в, не знаю, там, пускай в 300-400 единиц, но, по крайней мере, ты ездишь, фанишься, как ты играешь. На этой же ПТ-шке тебе приходится постоянно где-то прятаться, не подставляться куда-то под засвет, бояться, что тебя кто-то уже увидел. Ну, а самое страшное для меня, в данный момент, играя на Бабахе, это дождаться момента, когда ты все-таки сможешь выстрелить еще в кого-нибудь и молиться, чтобы тебя раньше не вынесли в ангар. Вот вроде бы и позиционно играть должен, и в то же время необходимо куда-то перекатиться, подъехать ближе, потому что выцелить где-то, найти врага на таких картах очень сложно. Попробуем фугасом. Ну вот, фугас показывает себя довольно неплохо. Так, осталось понять, где последние ПТ врага. Вафелька пытается перекатываться. Молодец, что не сдается, таких игроков я лично уважаю. Ну, ребят, это победа в любом случае, сейчас посмотрим на результаты боя и посмотрим, насколько они отличаются от предыдущих. Ну вот, пожалуйста, результаты боя. В данном бою мы нанесли 2000 урона, от этих 25 там даже считать не буду. Мы получили в плюсе плюс-минус какое-то серебро. Я, честно говоря, не помню, включены ли у меня были бустеры. Нет, бустеров не было. Тогда вернемся к результатам боя и посмотрим еще раз, чтобы быть честными. Итак, мы получили с вами за 2000 урона, получили в плюсе 47,8 тысяч серебра. Мы получили опыт, но с учетом 5х, и мы по результатам боя опять находимся в серединке всего списка. Ребят, это говорит о чем? Это говорит о том, что бабаха этот танк вот рассчитывайте, если ваш скилл равен минус, ну, меньше 50% побед в боях, то этот танчик, ну, вот так вот будет себя показывать плюс-минус. Вы очень редко будете находиться здесь, если вы никуда не ворвались, так, чтобы вас разобрали, и вы, безусловно, там, реже еще будете находиться вот здесь. Ну, я имею ввиду, чем находиться здесь. Как правило, это где-то в моем случае всегда показывает где-то от второго до четвертого места по наносимому урону. Поэтому, что можно подытожить по данной ПТшечке? А подытожу я следующее. Несмотря на то, что я очень сильно был этим удивлен, несмотря на то, что данная ПТшечка мне как-то вот не очень сильно нравится в виде фанового танчика, то хотелось бы показать вам следующее. Статистику по танкам. Знаете, что самое парадоксальное? Что, несмотря на то, что она мне не очень нравится, я на ней отыграл самое большое количество боев. На втором месте у меня находится гриль. О чем это говорит? Это говорит о том, что данную ПТшечку я по какой-то причине довольно часто выкатываю в бои. А выкатываю, ребята, я в бои эту ПТшечку довольно часто по одной простой причине. Потому что на ней очень легко выполнять определенного рода задачи. В частности, нанести урона за бой, нанести урон суммарно в течение суток или в течение недели и на ней довольно легко делать фраги, особенно по танчикам, которые менее 900 хп имеют в остатке. Итого, бабаха танк, который вас очень сильно удивит. Он удивит вас кардинальным отличием от всех танчиков, которые ему предшествуют в его ветке. Стоит ли его качать? Да, безусловно, стоит. Это один из самых интересных в отношении игры ПТ-орудий в данной игре. И самое уронное орудие, какое только можно найти в любой ветке наций. Что же касается в целом прокачки данного танчика, то хотелось бы отметить следующее. Запаситесь свободкой, потому что когда вам захочется очень сильно плакать и рыдать, играя на каком-нибудь из АТ, допустим, АТ-7 и АТ-8, вы сможете немножко поддержать свой моральный дух, потратив на что-нибудь, чего-нибудь в виде свободочки. Вот где-то приблизительно так. Играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на канал, и буду рад вас видеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи в боях, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok